Игорь Полетаев с экономическим обзором. Все это войско ни разу не покидало дома создателя. И вот теперь его дочь надеется, что пластилиновыми армиями заинтересуются серьезные коллекционеры и музеи. По свидетельству Егора Колыванова, посмотреть действительно есть на что. Удивительная для такого размера тщательность. Миниатюрный солдатик одет строго по уставу. И таких в небольшой двушке на окраине Москвы расквартирован целый полк. Сколько всего солдатиков? Ну, около двух тысяч. В основном это русские, это Бородино, это 1812 год. Эту коллекцию на протяжении всей жизни делал Сергей Киселев. В прошлом году он скоропостижно скончался. С тех пор армию возглавила его дочь Екатерина. А сколько лет вашим детством занимался? Лет с 15, а умер в 46, то бишь 31 год. А сколько вашего отца занимало время этого лечения? Все свободное время? Нет, он успевал еще заниматься дачей, он успевал заниматься мной, пока я была маленькая. Люди, лошади, оружие, все это сделано из обычного пластилина. Инструменты тоже несложные. А вот научная работа. Несколько стеллажей с исторической литературой. В папочках, их в два ряда. Несмотря на хрупкость, а точнее на гибкость материала, пластилиновый солдатик демонстрирует стойкость, достойную оловянного. Оружие, головные уборы и даже количество пуговиц здесь все имеет значение. Сергей Киселев стремился не только к исторической точности, но и к психологической правдоподобности. Например, вот этот солдатик, он испуган, потому что новобранец. А о том, что он новобранец, мы можем догадаться по самому простому серому цвету его формы. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Сотрудник Бородинского военно-исторического музея специально приехал рассмотреть солдатиков более пристально. Здесь уже точность в деталях доходит до изумления просто. Это вот поздний вариант французской формы, когда брюки носились на выпуск. И гетры короткие, они были под панталонами, а не сверху. Екатерина хочет организовать выставку солдатиков, а может даже и не одну, благо экспонатов хватает. И Бородинский музей один из тех, кто проявил интерес к коллекции. Всяко лучше, чем это останется у меня дома, никому неизвестное, кроме меня одной. Слишком богато для меня одной. Сергей Киселёв по профессии был литературным редактором, но в своём хобби достиг такого мастерства, что специалист по военной униформе с первого взгляда узнаёт полковую принадлежность солдатика. Это трубач кирасирского полка. И не может найти ни единой ошибки. Вот великолепный строевой кирасир, правда он не в каске, а в фуражке. Либо, а, ну да, вот она, каска приторочена к седру. Вот видите, каска на месте. Изучать это одно, а вот сделать всё это ещё, вот такие мелкие детали своими руками, это, конечно, здорово. Жалко, что я с этим человеком не был знаком лично. Я думаю, мы нашли бы общий язык. Помимо желания показать коллекцию людям, Екатериной движет и чисто практический интерес. Некоторым из солдатиков не один десяток лет, и со временем они всё же понемногу деформируются. Екатерина надеется, что хранители музейных коллекций научат её профессионально заботиться о пластилиновой армии. Егор Клыванов, Никита Чалок, Дмитрий Анисимов, Екатерина Закревская, телекомпания МТВ, Москва. Надеемся, что действительно эта коллекция попадёт в музей. Я бы тоже, например, на неё с удовольствием бы посмотрел. К тому же скоро юбилей войны 12-го года. Сразу после нас смотрите премьеру остросюжетного сериала «Мент в законе 2» мы Лилия Гильдеева. Алексей Пивоваров. Благодарим вас за внимание. Вечерний выпуск на НТВ, как обычно, в 23.15. Спасибо.